состояние распределение частиц n число частиц по одночастичным состоянием и по или иное распределение я обозначаю n фигурных скобках вот это это символика практически как бы есть аналог квантового числа своеобразного квантового числа то есть это символика нам отображает некоторое состояние многочастичной системы системы не взаимодействующих такие функции мы обозначаем все и как выглядит эта функция от кардинат частиц как она выглядит ну мы с вами договорились рассматривать систему бозонов для качества примера значит тогда здесь ножки нормировки дальше оператор симметризации стоит и произведение одночастичной функции все 11 все 22 и так далее все н н где сколько стоит индекс или точнее координаты то есть индекс который указывает на координаты частиц а внизу стоит индекс указывающий на состояние вот эти состояния могут быть одинаковыми могут быть разными а точечное состояние и соответствует как раз грубо говоря с числом одинаковых одинаковых если скажем пять частиц находится в состоянии описано одной и той же функции условно все один так все 11 все 12 все 13 все 14 все 15 то есть все два будет совпадать все один значит все три выпадает совпадает все два все один и так далее мы с вами договорились что в этом случае в операторе симметризации надо учитывать будет только симметризацию по отношению к перестановке частиц которые находятся в различных состояниях но это на самом деле детали можно оператором симметризации оставить его в его традиционной форме он сработает так как надо эти функции образуют полную систему ортонормированную функцию но мы их нормируем вводя обмножитель нормировки то есть мы можем записать условия все компенсы сопряженные волновая функция новички соответствующий определенному набору чисел заполнения от координат всех частиц на функцию которая соответствует другому распределению н частиц полистичным состоянием d tau 1 d tau 2 и так далее d tau n равняется дельта символ и вот этот дельта символ своеобразный я запишу так дельта н н штрих этот дельта символ говорит о чем о том что если у вас наборы чисел заполнения н н штрих совпадают это единичка а если не совпадает это ноль вот тоже понятно почему ноль будет если вас ваши наборы чисел заполнения не совпадут дело в том что видите эти функции или такую мультипликативную форму так они включают всегда произведение одночатичной функции здесь у вас в общем случае n фактор слагаемых так в общем случае каждый день представляет произведение одночатичных функций ну и если вы поставите эти функции сюда то фактически ваш многократный интеграл разобьется на произведение интегралов однократных по координатам первой частицы координат второй частицы 3 5 50 50 и так далее ясно что если у вашего числа заполнения не совпадает у вас обязательно попадутся интегралы не нормировки а ортогонализации ортогональности то есть 0 обязательно встретиться ну а если ваши наборы числа заполнения совпадают тогда большой интеграл даст вам произведение единичек произведение интегралов ортогональ произведение интегралов нормировки по одночатичным состоянием ясно что эти условия фактически нам говорят о том что функции наши можно выбрать в качестве базиса для описания многочастичной системы случае я ищу решение уравнение швейдингера для системы ноги частиц в общем случае я рассматриваю уравнение швейдингера полное со временем виде разложения по таким функциям описывающим определенные распределение числа заполнения в системе не взаимодействия частиц и так пойдет здесь сумма по всевозможным распределением частиц по одночатичным состоянием дальше некий коэффициент который можно рассматривать но в первых они будут функциями времени которые можно рассматривать как функции от чисел заполнения ну а дальше те самые функции которые мы говорили 1 2 и так далее вот как будет выглядеть это разложение ясно что решение уравнение швейдингера и аж депси по дт равняется все где все полные волновая функция а школы гаммектония системы сведется тогда уравнению или к решению уравнения для коэффициентов c или для функции c как будет выглядеть вот передавайте посмотрим как будет выглядеть это уравнение вот этого мы с вами прошлый раз до этого не дошли и так что я делаю я беру сюда подставляю разложение для пси слева и справа слева не что у меня пойдет производная по времени лично такой производный брать только c дальше я вот что сделаю и так подставляю все в виде разложения 1 дальше умножаю я прямо здесь это напишу умножаем левую правую часть на функцию всю одну из функций нашего базиса 7 ну давайте вот здесь вот штрих видео так комплекса сопряженный и так умножаю левую правую часть и интегрирую интегрирую по координатам всех частиц это лаги это у 2 и так далее это у и естественно я хочу воспользоваться соотношением орта нормировки и так что мне будет слева слева значит здесь я производную беру вот c только так сумма у меня вот это остается а интеграл по координатам это просто будет интеграл орта нормировки ну здесь вот только над местами переставить n и n штрих но это символ тот же самый останется значит сумма мне снимается суммы снимается по n так и я просто получу и наш дцпу дт и аж дцпу дт и аж дцпу дт и аж дцпу дт и правда здесь у и индекс функции какой будет не данный штрих на самом деле как бы нехорошо ну ладно тебе все-таки запишу сан штрих штрих эта функция зависит производный по дт левая часть еще раз повторяю сумма там снимется вот из за того что мы умножили на psy комплекс сопряженный взяли интеграл по всем координатам и воспользовались в соотношении марта нормировки он дт символ дт символ суммирование снимает и сотен стукану слагаемся равным n штрих еще раз напомню что я не штык фигурных скобках это не просто какие-то числа это набор чисел заполнения ну а справа что будет смотрим сюда оси сложнее здесь у меня останется матричный элемент потому что умножив пси комплекс опряженная аж пси пси войдет здесь вот это цель войдет ну и интеграл по всем координатам всех частиц досматричный элемент этот матричный элемент я запишу и сумма останется и так правая часть это равняется сумма по n сумма мне остается вот эту сумму я имею ввиду дальше матричный элемент я обозначу так пси н штрих аж пси н пси н так скобочка закрывается и c вот это вот цвет но так же естественно и останется n вот как будет выглядеть это уравнение это фактически аналог исходного уравнения шредингера исходного уравнения шредингера вот давайте снова поставлю более того это самом-то деле я бы сказал просто другая форма записи этого уравнения но мы с вами говорили много раз кванту механика что ведь от формы записи иногда зависит очень многое более того расчеты в кванту механики вообще движение как бы направлены на расчет на поиск скажем собственных значений оператор гамм то есть энергии волновых функций то есть обычно если речь идет об электронных систем и говорят электронной структуры это сочетание энергетический спектр электронная структура это как бы две стороны одного и того же процессы фактически поиска собственных значений и собственных функций оператора гамминтона так вот это просто другая форма записи какая форма а действительно представьте себе что вы от функции все которые есть функции от координат 1 2 и так далее n и t функция psy вот она здесь функция координат вы переходите матричной записи матричной или матричной описи ну и с вами говорили что состояние можно описывать по разу вот у вас функция координат а сейчас мы даже состояние опишем набором коэффициентов c которые соответствуют данному состоянию эти коэффициенты c мы представим виде матрицы ну как всегда матрица столбец вот здесь у меня будет cn набор какой-то ну и давайте так запишу лучше cn и не хочется здесь записывать что-нибудь типа cn1 cn2 и так далее вот так то есть я выделил просто какую-то строчку это одно столбцовой матрицы ну и тогда что мы можем сказать давайте к этому уравнению теперь подойдем как матричную уравнению ps мы заменяем в нем одно столбцовой матрицы из c состоящий так ну а справа тогда что будет всего здесь заменяется опять же до столбцовый матрицы аж меняется квадратной матрицы вот она квадратная матрица кстати эту матрицу можно было бы записать дело в том что здесь в матричном элементе интегрирование по координатам все так всех частиц и эти матричные элементы можно было бы записать так чтобы вообще был не было бы упоминания координат а вот так это можно сделать си н штрих аж си н является я оставлю здесь просто обозначение набора чисел заполнения он однозначно характеризует функцию psy но дальше аж и снова а нет наоборот здесь штрих а здесь без штриха вот то есть можно записать эту матрицу так чтобы слева и справа в матрищном элементе фигурировали только набор чисел заполнения набор чисел заполнения кстати эти наборы чисел заполнения ну что это такое реально то но если у вас имеется набор одночатичных состояний известный скажем 1 2 3 5 10 и так далее вы можете набор чисел заполнения так записать число числе в первом состоянии n1 скажем так число числе во втором станет n2 ну и так далее то есть я теперь давайте еще по-другому запишу эту матрицу а здесь просто конкретно записываю набор чисел заполнения ну к старту из какого-то первого выбранного мной одночатичного состояния кстати этот выбор ну скажем в атоме водорода мы знаем первое состояние там один из состояния так второе по энергии 2 и скажем потом 2p ну их там три штуки тогда вот все это надо аккуратно было бы учитывать и писать число частиц в этих состояниях ну я их условно обозначить 1 2 3 так далее здесь мы пишем n1 ну здесь у меня штрихованный стрит тогда будет n2 штрих и так далее все числа заполнения причем сумма и числа заполнения n равняется дальше h ну а здесь справа будет n1 n2 так далее вот так обычно расписывают записывать этот матричный элемент понятно что зная ну собственно мы говорим о определенном распределении чисел заполнения как раз зная вот эти числа число частиц первом состоянии во втором там в третьем пятом десятом и так далее и кстати еще раз я напомню это здесь важный момент сумма частиц вот здесь вот да ну давайте лучше это отдельно запишу и так вот здесь запишу сумма и и равняется сумма о и н и штрих то есть полный число частиц n мы его и как-то делим эти частиц по одночисленным состоянием ну помните вот мы с вами значит говорили о частном случае когда число частиц у вас 4 а состояние 2 всего так как бы этим эта матрица выглядела ну там по моему сколько у нас 4004 3 1 1 3 и 2 2 5 всего вариантов распределения частиц по четырех частиц по двум состоянием значит это было бы матрица 5 на 5 кстати было бы матрица 5 на 5 матричные элементы выглядят 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 0 ну и так далее кстати надо обратить внимание на что еще на то что здесь видите вот в отечественном состоянии обратим внимание слева и справа n11 3 n2 n2 3 ну о чем и о чем я хочу сказать я хочу сказать о том что номер будет диагональная часть этой матрицы матричный элемент где по диагонали стоящих в них n1 3 будет равно из 1 и 2 3 будет равно 2 то есть при этом у вас матричные диагональные матричные элементы будут описывать процессы тут я очень важный такой переход как бы делаю некой физической картине стоящий за этими матричными элементами диагональная часть этой матрицы будет описывать процессы без изменения частиц в одночастичных состояниях понятно когда у вас слева набор и справа набор одночастичных они одинаковые соответствующие матричные элементы как-то будут связаны с какой-то с каким-то механизмами какой-то физикой но это может быть там кинетическая энергия суммарная потенциальная энергия и так далее но тем не менее будут рассматриваться только вклады как бы соответствующих энергии вот в процессе которые происходят без изменения частиц числа частиц в одночастичных состояний ну конечно будут матричные ленты не диагональны их тоже можно разбить на несколько типов ну например процессы при которых у вас происходит изменение числа частиц в одночастичных состояниях на единичку на единичку ну какой процесс например можно посмотреть давайте вот я опять же возьму тот же самый случай когда n равняется четырем и всего два одночастичных состояний все один и все два вот скажем диагональные матричные элементы какие например 31 h 31 дальше не диагональные которые связаны с изменением числа частиц в одночастичных состояниях на единичку как они будут выглядеть скажем 31 ну теперь здесь я не диагональный смотрю матричный элемент но так чтобы мне число частиц в одночастичных состояниях менялась на единичку 22 вот ведь обратите внимание при этом что у вас я видите некую такую физическую картину пытались за этими матричными элементами увидеть но это дорогого стоит то о чем сейчас я говорю это как раз то с чем обычно физики работает и на что обращает внимание понимаете ведь одно дело сейчас мы увидимся и так что за процесс у нас здесь описывается значит в первом состоянии число частиц уменьшается на единичку зато во втором состоянии на ничку увеличивается до такой процесс в одном но я слышу полный число частиц у нас же четыре всего так поэтому здесь если где-то упала то где-то наоборот прибыла прибыла а там упала а кстати упала 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 а там прибыла правильно упала прибыла ну мы давайте на такой язык более научный перейдем а то у было прибыла как-то такой разговор на улице в сети уральского и федеральный или не первого президента российской федерации то есть ответственность высокой а значит это процессы которые связанные с рождением и уничтожением этим и такой перешли на язык я уже как-то раз рассказывал да я как-то раз рефери такой шутник в отзыве на одну из моих работ написал хорошая работа только я горит не понял какой какое отношение работе и вообще как каким эффектом который автор рассматривает концепшен слова концепшен это душу это концепцию а он имел ввиду что это зачатие слова ли то в общем и то и другое написано я продавал начали по переживал что я я же русским словарем пользовался русской то есть английским а там сидит то и другой написан более того на самом деле в хороших английских языках словарях то же самое на самом деле то и другое есть просто физической литературе чаще когда говорят концепции слова концерт использует они концепшен но я стоит вверх тогда стал осторожность читать статьи встретил я в других работах тоже слова концепшен в варианте концепции ну что делать вот так вот мы с рождением займемся рождением и смертью но смерть не хорошо рождение это такой позитив лучше будем говорить так рождение и уничтожение что у нас происходит уничтожение лучше смерть давайте если вас русский язык не устраивает будем говорить о процессах процесс creation процесс рождения в нашем случае речь пойдет о рождении частицы в одночищном состоянии а когда вот уничтожение это будем говорить как по-английски аннигиляции ну по-русски переводится равно уничтожили и так рейшин вот так и прямо напишу creation а не филейшин мы будем говорить о процессах рождение и уничтожение частиц одночастичных состояли вот это очень важный момент здесь видите мы будем трактовать вот это этот матричный элемент и связаны с ним какой-то физический процесс с уничтожением частицы 1 в одночастичном состоянии первом и рождение частицы в одночастичном состоянии втором и так далее любой матричный элемент это диагональный элемент здесь не происходит изменение числа частиц в одночастичных состоит еще здесь нет как бы процессов рождения и уничтожения частиц в одночастичном состоянии дальше конечно можно рассматривать процессы которые происходят с изменением двух и более частиц ну какие процессы посмотрите 2 частиц 3 2 частицы ну мы здесь от 1 уничтожили когда аннигилировать ну 2 значит надо здесь так например 1 ну тогда здесь естественно только тройка остается процесс вот такой две частицы уничтожаем в состоянии первым но рождаем 2 частиц в состоянии 2 то есть вот такой матричный элемент будет описать именно эти процессы к чему я клоню на самом деле ну во-первых некая у нас появляется как классификация как бы матричных элементов но в целом матрицы этой раз язык видите рождение и уничтожение крещен и николайшу раз я думаю что вы многие уже догадываются к чему я клоню и еще очень важный момент о котором я думаю что не только вы не догадываетесь ну и большая часть физиков не догадывается а дело лучше для в том что как бы на таком житейском уровне понятно что процессы диагональны наверное какие-то большие должны ну как-то мы всегда ждем от матрицы что их диагональны матрицы элементы они самые большие часто мы ждем напрасно конечно так но так по наивному по-детски ждем и думаешь себя что процессы с изменением числа частиц они какие-то все-таки более такие но все-таки это что-то там надо откуда-то чего-то перед наверное поменьше ну а я уж процессы с изменением числа частиц на двойку так то есть надо где-то 2 2 частицы уничтожить а там где-то их породить нужно да ну другими словами представьте себе два электроны сидели на одном узле так их нужно перетащить на другой узел например вот такой процесс переноса уничтожение на одном и рождение на другом но это наверное еще более слабый эффект такой потому что перетаскивать один электрон ну или более-менее но тяжело тоже но более-менее а уж два тяжелее даже не в два раза так иногда бывает по много раз тяжелее ну правда на практике бывает и обратная ситуация но это экзотика когда матричные элементы вот отличающиеся изменением числа частиц в 1 числе сайт в состояниях на двойку скажем становится друг больше чем матричные элементы в которых шло частиц меняется на единичку ну повторять чаще все-таки экзотика такая вот мы с вами такую провели классификацию что интересно итак перед нами задача решение уравнения шреддингера мы говорим в представлении чисел заполнения вот это уравнение представление чисел заполнения более того повторяю еще раз что это уравнение можно сразу отсюда получить если мы просто будем заменять psy на матрицу столбец из коэффициентов c это то что мы назвали волновая функция представление числа заполнения а справа будем рассматривать матрицу оператора габбинтона вот она вот они только что разговор шел и на матрицу состоящую опять же из коэффициентов c 1 столбцовой матрицу ну вот как-то это уровне не решать надо видите мы недаром о представлении чисел заполнения заговорили дело в том что я уже упомянул что это один из основных методов вести общение основной метод системы в теории систем многих частиц значит у него плюсы какие-то огромные плюсы на самом деле знаете чем связаны плюсы связаны как раз вот с матрицей оператора габбинтона я в том что сейчас мы перейдем к тому что называют методом вторичного фронтования метал вторичного квантования мы попробуем суть вот чем давайте попробуем построить некий оператор который был бы эквивалентен эквивалентен оператору гамбинтона на базисе наших функций пси n то есть на базе вот этих функций построим некий оператор который был бы эквивалентен оператор гамбингтона но국 гамбингтона что такое ну вот там кинетическую энергию содержит до оператор гамбинг то есть вот смотрите оператор гамбингтона это сумма кинетических энергий по всем частицам так то есть поиты квадраты на 2 плюс там сумма потенциальных энергий вы от эриты скажем так вы от эриты плюс взаимодействие в ну я напишу в вашем случае где я скажу ну имею ввиду здесь не только заменять электрон электроны ну и скажем там бозон бозоны это взаимодействие между частицами это гамильтониан в обычном мы будем говорить координатном или шлейдингерском представлении лучше сказать в координатном представлении то есть этот гамильтониан оператор действующие в пространстве функции зависят координат но и спины вы и пространственных скажем в общем случае а мы сейчас попытаемся поставить ему соответственно новый оператор но такой чтобы его матрица вот на этом базе совпадала с матрицей истинного оператора смотрится истинного оператора давайте я начну вот чего чтобы воспользовались как в школе знаете говорят метод там есть индукции 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 я начну очень диагональную часть рассмотрим этой матрицей диагональную часть диагональные матричные элементы итак рассматриваем диагональные матричные элементы оператора гамильтона но что такое диагональные матричные элементы ведь вы посмотрите значит гамильтони у вас есть значит аддитивная часть плюс взаимодействие ну давайте мы в целом представим этот гаммитальнян следующим образом я запишу так наш 0 это аддитивная часть оператора гаммитуда или часть оператор гаммита аддитивного типа это оператор аддитивного типа или иногда говорят оператор одночастичного типа он состоит представляется вопросов сумму по всем электронам плюс вот здесь я запишу в интеракшн в общем случае все таки где буду рассматривать под взаимодействием взаимодействие парные только парные я здесь даже двоечку здесь укажу что речь идет о парном взаимодействии хотя в общем случае конечно можно представить себе какие-то более сложные ситуации когда у вас заводится будет не парный там завелись трех частиц и так далее но если не вдаваться в такие какие-то вот экзотические ситуации то конечно первое что в голову приходит конечно парные взаимодействие ну кулоновская скажем замедлить и квадрат 1 2 и чаще всего конечно под этим с этим слагаем мы и будем видеть про 10 его кулонов сном но самый важный пока для меня вот что это памятная аддитивного типа это опять 0 оператора детективного типа или пират а одночастичного типа этот оператор парных взаимодействий от оператор ну можно сказать двухчастичного типа то есть он представляет собой сумму двухчастичных операторов то есть операторов которые действуют на координаты двух частиц и квадрат r12 ведь этот оператор который сразу действует на координаты первой и второй частицы и так давайте для начала рассмотрим h0 но ведь h0 это будет гаммитонная система невзаимодействующих частиц вот смотрим вклад ваш глаз эту матрицу оператора h0 как он будет выглядеть но что такое h0 это оператор гаммитона системы невзаимодействующих частиц но функции которые здесь фигурируют это собственные функции этого этого оператора естественно же функции описывающей станет системы невзаимодействующих частиц то есть я могу сказать следующее что оператор h0 действия на psi n да что нам дает энергию так соответственно определенному набору чисел заполнения конечно так на psi n но отсюда я могу что сказать что диагональный матричный элемент оператора h0 на функции psn диагональные то есть энергия естественно да ну так и давайте запишем значит psi n аж 0 си н диагональный матричный элемент это просто есть энергия соответствующим данному распределению чисел заполнения давайте распишем эту энергию как она выглядит ну это просто будет сумма по всем одночастичным состоянием давайте я буковку сменю здесь ведь у меня и это номер частицы но здесь ввиду к это номер состояния будет тогда это будет так надо взять энергию одночастичного состояния епсилон к я обозначу умножить на число частиц в этом каком состоянии ну и сумма по всем состоянием давайте вот здесь верху напишем чтобы не путаться состояние а здесь сумма идет по частицам вот как выглядит эта величина здесь ходит число n какие значения число n принимает ну легко догадаться 0 1 ну если речь идет о бозонах кстати мы мы про бозоны говорит до число заполнения для бозонов может быть 0 1 2 3 ну и до n и n полное число частиц так ну пришел нас к что-то целое число целое число я напомню вам что мы с вами имели дело с операторами которые имели собственными значениями целые числа целые числа что-то за оператор но это помните операторы пози типа операторы пози типа так вот сейчас я остановлюсь немножко вот на этом выражении и мы сделали экскурс в теорию базе операторов эти операторы мы рассматривали частности в связи задачи гармонического селя но мы тогда говорили что на самом то деле за оператор можно использовать защитить начали за пределами задачка по гармоническому салятой и вот я каратенечка некую сводку основных результатов сейчас приведут из теории базе операторов просто увернемся к нашей задачи увидим не будет такую связь некие аналогии некие параллели и так экскурс теорию базе операторов посмотрите мы оператор обозначали так а и вводили оператора следующим перестановочным соотношением а а крест равняется единице и вот это перестановочное соотношение называли перестановочным соотношением позе типа пози типа причем операторы а и а крест это были фактически операторы которые мы и называли операторами повышение и понижение числа n на единичку а что такое n n это собственное значение оператора n операторы так определяли а крест на а и писали умножив 10 операторы на собственную функцию дает нам некое число n на эту же функцию причем н принимая значение 0 1 2 3 и так далее любые целые числа положительные вере не отрицательны вот как вы думаете пойдет нам сослужит там какую-то службу или нет оператор а ну и соответственно его партнер а крест на конечно дело в том что видите во первых оператор n имеет собственными значениями числа 0 1 2 и так далее то что совпадает собственными с числами заполнений в случае позе системы это раз то есть фактически это что означает означает что вот здесь вот число n к я могу рассматривать как собственное значение оператора n к ну правда здесь видите к у меня меняется там разный может быть карты индекс одночастичного состояния ну давайте мы немножко обобщим обобщим наш базе оператор каким образом ну мы ведем здесь индекс одночастичного состояния и так обобщаю это уже такса немножко мы улетаем в сторону вот задачу гармоническом осцилляторе и так обобщение вместо а я обвожу а если у меня оператор а можно было назвать оператором уничтожения он н на единичку уменьшал то теперь а как будет не просто оператор уничтожения оператор уничтожения числа n связанного с одночастичным состоянием как оператор уничтожения частиц в котором состояли идеята понижения числа частицобы Andre Need suggest craft и соответственно покрест и заменяемся на app к крест это был до кондатора повышение числа частиц как этом составил единичку на on но и соответственно переустановоченных отношения надо поменять немножко так обобщить его как она обобщается да очень просто вот здесь надо записать индексы ну скажем давайте так к к штрих напишем как как а штрих звучит хорошо так как а штрих и пишем здесь дельта к к штрих вот бозовская перестановочность отношения в общем виде то есть если вы будете не один оператор а а множество операторов а к не важно какой смысл из-за к нашем случае это индекс одночисточного состояния это одночисточное состояние то лично но тем не менее мы можем обобщить алгебру базе оператор вводя набор операторов а к и а крест удовлетворяющему такому перестановочному соотношению то есть если к и к штрих совпадает это единичка но если к и к штрих разные ну это 0 что означает но это означает что действие операторов а и окрест разных операторов а я это она совершенно независимо друг от друга ну весь один оператор уничтожает другой рождает чем разных состояний для нас а значит разные частицы в определенном смысле это будет означать что можно независимо вначале уничтожить частицу например в пятом состоянии да а потом родить ее в скажем в десятом состоянии либо наоборот родить ее десятом станет а уничтожить потом в пятом состоянии если речь идет о рождении уничтожения частицы в одном и том же состоянии вот эти две процедуры они не эквивалентны будут почему вы уже видите как только ласка это что и совпадает здесь единичка это начать что а на крест не равно а крест на эти два процесса рождение уничтожения они не становятся мутативными кому-то пирик это вот некая такая специфика возраст их состояние ну а очень квантовое состояние квантовой механика давайте все-таки набор оператором а к скар связываем одночатичное состояние раз дальше н естественно заменится на н к это что такое тогда будет это будет оператор числа частиц в котором состояние оператор числа частиц котором состояние это очень важно этим оператором вы тогда можем заменить потом видите вот возвращаясь к этому соотношению можно заменить собственное значение его дальше действие операторов а я крест на функцию все я где-нибудь называть вот это я уже могу стереть я напомню что оператор а действуя на все и давал нам корень из n на пси n плюс 1 вот правила действий этих операторов были давайте сейчас для наших новых операторов напишем аналогичное соотношение но мы их немножко аккуратнее запишем дело в том что мы пытаемся эти операторы использовать описанию системы многих частиц и вместо функций всем я буду использовать а вот эти функции прямо эти функции я запишу правда не так а вот строчку критил как здесь сделано и давайте так и сделаем и так заменяя операторы один оператор а на операторы а к я к крест то есть на систему операторов я вообще вот эти соотношения следующим образом смотрите оператор а к ты действует ясно что это оператор будет действовать на к то и состояние он у меня уничтожая частицу в котором состоянии поэтому я абсолютно не трогаю все остальные состояние кроме катого в этом состоянии у меня было к частиц н к частиц так н к частиц видите все остальные состояние вот они многоточек заменил они при этом не трогаются так это оператор только на к то и состояние действует увеличу уменьшая число частиц когда в сайте на единичку и так пишем равняется корень из н к дальше пунктир н к минус 1 неправильно писал н к минус 1 не к минус 1 а н минус 1 как н к ты минус 1 ну а дальше давайте же так вот сделал я скобочки все остальное не меняется то есть этот оператор у меня уничтожает частицу в котором состояние переводе состояние с н к частицами станет как минус единице чусли ну соответственно оператор рождения будет повышать что частиц когда в сайте на единичку как он будет действовать и так окрест хаты на такого же типа функцию н к будет давать мне а как есть также корень из н к плюс 1 н к плюс 1 я еще раз напомню здесь не каплю с 1 н плюс 1 н к ты плюс 1 так ну и умножить значит нам функцию н к н к плюс 1 скобка скобки я тоже запишу ну и так далее все то есть это оператор рождает частицу к там состоянии увеличивает н на единичку еще раз повторяю что видите мы как не используем формальную сторону с одной стороны только формальную сторону этих операторов но она нас устроит вполне я в том что видите мы тем самым эти операторы еще если хотите и определяем определяем их так просто опираясь на известную нам уже алгебру базы оператора ну а тогда что мы можем сказать вот смотрите как как будет выглядеть переход представлению вторичного квантования вот на простейшем примере мы делаем оператор h0 вот матрица до матрицы вот она ответ на нее это диагональная часть правда так этой матрицы вот ответ здесь фигурирует и псевдон к энергетическую станет и фигура танка что такое для нас н к и на спинка это собственное значение оператора н к потому что это пера под придется нам еще одно соотношение выписать для оператора н к оператор н к действует на то же самое состояние ясно что он работает только с состоянием с кратым одно частичным состоянием равняется н к то есть число частиц в этом состоянии и опять же самая функция он не меняет число частиц каждом состоянии вот очень важно что то есть фактически мы можем сказать что н к то это диагональный матричный элемент оператор н к уж это собственно значение вот так ну теперь возвращаясь удар что я могу сказать легко видеть что оператор h0 я могу заменить эквивалентом эквивалентным оператором как это будет выглядеть итак заменим h0 на новый оператор я его запишу так h0 в к в к в к ну тоже крышку здесь в к будет означать не никого и никого и никого и никого и никого из а пока личное квантование а то что я перечислил это вот раньше на углу здесь продавали магазине с вами диетические продукты товара продукты хорошие сейчас вот там когда с ювелирный по-моему а вход нет входа был с той стороны да да стоит этот оператор мы вот каким образом построить смотрите сюда видите я заменяю пишу сумма пока эпсилон к а я оставляю эпсилон к так ну а вместо n я пишу оператор н к можно маленьким его записать можно большим все равно н к вот так запишем вот но есть одно но дело в том что я пока работал только с диагональными матричными элементами только с диагональными матричными элементами ну правда аж 0 и только диагональные матричные элементы и в матрицу не утиганали почему потому что функции все это собственной функции оператор h0 поэтому оператор h0 в этом базе диагональ ну и в нашем случае тоже будет он диагональ почему он же видите как действует оператор nk он переводит состояние с nk частицами в то же самое состояние но не меняя остальные то есть вообще ничего не меняет значит это истинная правильная форма кстати то же самое можно записать по-другому налить как мы пишем по-другому это это будет сумма пока и целом к а к крест а к вот так можно что записать можно проверить вот возьмите этот оператор так и опять же вернитесь вот к этому матричным элементом ну вы естественно получите ответ вот этот ответ так лично пантовая форма обратите внимание что здесь нет никакой зависимости от кардинат вообще нет то что вексал на карте число это до частичной энергии но мы положили нам известно и поэтому это эквивалентный оператор если что эквивалентность не предполагает идентичность равенство операторов безусловно почему а потому что эти операторы считаются эквивалентными только на определенном базисе то здесь речь идет об определенном базе возьмите другой базис и этой связи этой параллели вы уже не сможете установить в этом суть есть методы эквивалентных операторов или еще их называют эффективными операторами и так дальше портованы представить ну давайте чуть немножко еще другую форму запишем что такое псалон к это одночастичная энергия а как одночастичная энергия рассчитывается одночастичная энергия псалон к что-то такое а это собственное значение оператора аж маленькая одночастичного гамильтаньян но действительно если аж 0 у вас если аж 0 это сумма по всем частицам аж и т где аж одночастичный гамильтаньян то есть одночастичная энергетическая энергия плюс одночастичная потенциальная энергия то тогда и псалон к это собственное значение оператора аж маленького то есть мы пишем аж на все катые это одночастичная функция равняется и псалон карты сикаты или еще по-другому смотрите как можно записать и псалон к вот так давайте запишем и все только прямо сюда вот смотрим да и можно записать так это будет диагональный матричную данный диагональный матричный элемент сика аж одночастичный гамильтаньян сика сика но я вернусь выше еще одну форму записи оператора h0 представлю через матричный элемент одночастичного гамильтаньян а и так еще один вариант h0 vk записи сумма пока все к аж одночастичный оператор гамильтана сика а к крест а к вот это ну я бы солдик несколько более общее выражение для оператора h0 чем она более общее а дело в том что представьте себе что в качестве одночастичной функции мы используем не собственные функции оператора аж маленького а просто какой-то набора для частичной функции мы с вами же говорили что в принципе в качестве базисного набора может быть выбран любой набор ну конечно набор функции псика собственно для оператора гамильтона он удобен безусловно потому что в этом представлении матрица h естественно диагонально вот но тем не менее может быть мы переходя как бы в другом неудобному базису тем не менее какие-то плюсы от этого получим давайте попробуем то есть я попробую записать выражение для h0 vk в случае если одночастичное состояние не является собственными для оператора h как будет выглядеть вот эта запись обобщаю и так h0 vk еще раз новая формула сумма к и к штрих вот 2 к и к штрих почему а потому что если я взял функции пси не являющиеся собственными для оператора гамильтона тоже палец одночастичный вот ну тогда матрица h маленького может быть не быть диагональной и тогда здесь надо будет записать все к аж си к штрих вот так вот не диагональными маточными ну а дальше тогда обобщаем а к крест а к 3 вот это есть форма записи работающие не только для нашего случая оператора h0 для любого оператора аддитивного типа то есть для любого оператора аддитивного типа то есть значит типа одночастичных из представляющего собой просто сумма на частичных оператор давайте мы это обобщение проведем немножко отойдя от записи оператора гамильтона просто рассмотрим какой-нибудь оператор одночастичного типа вот такой f я так запишу f одночастичного типа это просто будет сумма по всем частицам f и df одночастичный оператор вот оператор одночастичного типа любой любой это может быть по оператору ну той же генетической энергии потенциальной энергии может быть оператор импульса суммарного импульса системе момента импульса и так далее так вот смотрите как найти вторично квантованную форму этого оператора вот я немножко возвращаясь теперь к этому же но с конца как бы так вот с этой формулы и вот теперь f1 б.к. н.к. внизу пишу вторично квантованную форму а вот так выглядит сумма значит я беру некий базис не обязательно повторяю это будет собственной функции оператора f маленькая или оператора h маленький так далее этот бойся по прежнему буду обозначать псика но оставлю здесь на самом деле все пущу оставлю так как f маленькая х 3 это одночастичный элемент на нашем выбраны нами базисе ну а дальше а к крест а каш 3 вот так выглядит запись представление вторичного квантования лучше сказать в методе вторичных квантований любого оператора аддитивного типа обратите внимание что здесь видите слева стоит как бы многочастичный оператор а справа как бы потерялась еще информация напрямую частицах многочастичности дело в том что здесь матричный элемент от частичного оператора фигурирует вот ну здесь правда оператора же не уничтожение частиц отличное состояние они как раз всю эту информацию о многочастичности системы взяли на себя почему мы говорим здесь по методе вторичного квантования по методе вторичного квантования дело в том что эти операторы а и а крест они у нас как бы представляет собой некий второй этаж квантового описания системы на первом этаже мы работаем с обычным шреддингерским представлением или координатным представлением одночастичные состояний многочастичные функции там и так далее вот а на втором этаже мы вводим для удобства записи оператора гамминг и работы с ним не только удобственные работы с ней вводим новые операторы а я крест это как он еще одно квантование дополнительное квантование вторичное квантование хотя знаете можно еще и другой аргумент привести в пользу этого названия вторичное квантование вторичное квантование дело в том что но я сейчас покажу очень простой пример представьте себе что у вас есть некое состояние все выдать одночастичную задачу и состояние psy и оператор и давайте запишу среднее значение оператора f в одночастичном состоянии psy среднее значение оператора f в одночастичном состоянии psy она записывается так смотрите сумма а нет сумму я не буду писать все все вот как диагональный матричный элемент до частичный никакой многочастичности нет вообще а теперь давайте введем некий базис одночастичный базис одночастичный базис обозначим его функции все как-то да и представим себе что функции psy раскладывается поэтому базис следующим образом это будет так а как на всек а вот так вот ну то есть введем некий одночастичный базис функции psy как ну и возьмем функцию psy разложим функцию описывающую наше состояние поэтому одночастичному вайсу коэффициент разложения а к ты числа просто числа в общем случае комплексные числа ну и теперь давайте сюда подставлю вместо psy так вот что я получу так здесь сумма появится в чем с комплексом сопряжения а как комплекс сопряженные psy каком сопряженных но здесь все будет без комплексов сопряжения ну скажем две суммы ведут здесь к а здесь к штрих и так смотрим что получается две суммы появится сумма к и к штрих дальше коэффициенты а нет и цены я позже выпишу появится матричный элемент такой psy к psy к штрих вот я его выписал псика псика штрих псика штрих матричный элемент сика сика штрих все равно не вошло а ну а дальше выпишем еще коэффициенты вот эти вот отсюда пойдет а к комплекса сопряженные а отсюда пойдет а к штрих без комплекса вот как выглядит среднее значение оператора f в состоянии psy как его можно представить похоже это формула вот на эту удивительно похоже вот сумма к и к штрих есть одночатичный матричный элемент на функциях базиса к и к штрих вот он тоже есть так ведь вот он и вот так и надо записать к к штрих но правда одну но вместо этой комбинации из операторов базе типа рождение уничтожения у нас стоят числа просто правда в такой виде такой последовательности а к комплекса сопряженная а к штрих просто так вот теперь смотрите как можно перейти от выражения для среднего значения одночастичного оператора в одночастичном состоянии psy вторично пантованной форме многочастичного оператора то есть которые уже действует витель для многочастичной системы вы действуйте очень просто сохраняете вот это выражение то есть заменяя средние на 3 штрих портованную форму оператора то есть это число вы заменяете на оператор и так что вы делаете среднее значение вы заменяете на f то есть сумму вторично квантованную вот оператор адективного типа будет так 1 а в правой части вы второе квантование делаете второе квантование то есть заменяете числа а я комплекса сопряженная на операторы но по принципу очень простому а как штрих там езда заменяется на ак-3 криток крышка оператор уничтожения а а к здесь а к штрих было вот это справа а пока комплексно сопряженная вы заменяете соответственно на а к с крышкой ну и конечно он из сопряжения на орбитовое сопряжение заменяется потому что аналогов и операторов комплексно сопряжения является организм сопряжения все то есть тогда у вас слева вместо среднюю появится вторично квантованные форма соответственно в частичные операции а справа появится в третьем поэтому для формы стандартная форма этого оператора вот это как раз вторичные квантование но она видя здесь чем связаны оно связано с переходом как бы от 1 частичного 1 частичной системы соответственно многочастичной системе то есть 7 представлены из соответствующих эквивалентных тоже если на части ну естественно чисто приходится операторами рождения и уничтожения заменять вторичное квантование вот суть этого действия я собственно все что касается 1 частичной части описал так вот кстати тот разговор относительно диагональных не диагональных матричных элемент и процессов соответствующий мы можем проиллюстрировать ну пожалуйста на этом примере видите если мы рассматриваем диагональную часть диагональные матричные элементы ну данном случае оператора h0 почему полагаете кайка штрих одинаковыми тогда у вас в котором состоянии но одно и тоже кайка штрих будет 1 к тыс стать у вас не происходит при этом изменение числа частиц то есть это комбинация вам не будет менять числа частиц каком состоянии то есть пока уменьшит на дни чку ну а как крест увеличит обратно вернется обратно все ясно что такого типа комбинация а крест к на а как не меняет числа частиц каком состоянии и при суммировании пока она просто вам даст ту самую диагональную часть оператора h0 ну а если кайка штрих разные ну тогда у вас в одном состоянии в каждом числе число частиц на дичку уменьшится ну зато в катом на дичку увеличить полный число частиц конечно не будет меняться все соблюдается автомат что-то означает это означает что любой комбинации из операторов а я крест и меняющие числа полного числа частиц число операторов уничтожения рождей нужно быть одинаковым всегда то есть любая комбинация скажем тысячи операторов окрест умножить на тысячу операторов а она не меняет числа частиц системе вот но если у вас число операторов рождение вот в этой в этом произведении скажем будет больше число операторов уничтожения что пищи комбинации садачи произведение будет увеличивать число частиц то есть она будет соответствовать каким-то процессом идущим без сохранения полного числа чувств и тогда ну и наконец я ничего не сказал про вторую часть про взаимодействие я в том что видите взаимодействие это оператор который связан с координатами двух частиц значит оператор может менять состояние двух частей а может и не менять их то есть вот он может менять сами двух частей а может не менять вот ну так что в любом случае у вас полное число частиц сохраняется как вот должна выглядеть вторично пантованная форма оператора парного типа оператора двух частичного типа я не буду останавливаться на деталях я просто выпишу конечное выражение конечное выражение для оператора двух частичного типа вторично пантованной формы как она выглядит и так в interaction оператор парного типа кстати то что мне сейчас напишу будет работать для любого оператора двух частичного типа то есть идея остается той же самой и так форма записи одна вторая сумма ну давайте так вот чтобы как мы так как а штрих уже заняли да а тут надо быть 4 индекса как слишком будет как а штрих к 2 штриха к 3 штриха как а штрих я понимаю вот как два штриха к 3 штриха слишком слов поэтому давайте так ведем к и к и к и к и к л м вот тогда 4 индекса будет это чтобы это значение это будет разрешено 4 состояния вообще говорят будут вовлечены в процессы которые вот управляются когда операторами парами четыре состояния ну в общем правильно две частицы две частицы до 4 потому что хочу частица при этом у вас вели в каждом одночастичном состоянии у вас число частиц может уменьшаться увеличить либо не меняться и так матричный элемент и к в маленькая пишу здесь в маленькая это тот самый и стенопарный оператор сейчас я запишу что это такое также и к и к и к и к и к ну а дальше комбинация а и крест а к крест а и вы все с крышками здесь и а м вот такая комбинация здесь вы маленькая потому что такое но действительно это же оператор парного типа многочастичный он представляет собой сумму по парам частиц частицы здесь не надо опять проблема я индексов много занял ведь здесь индекс состоянии индекс состоянии а сейчас мне нужна сумма по частицам ну давайте так запишем хотя ты может быть нет нет я вот надо было здесь немножко н можно в н я виду н н номер частицы n будет так н не равно или лучше давать так меньше н штрих так дальше вы маленькая н н штрих это номер частицы номер частицы оба не меняется я поясню н н штрих меняется 1 2 3 4 5 6 до н н полный число то есть 1 со 2 там 3 с 5 частицы и так далее ну а в маленькой это оператор ну например пример такой с этого оператора е квадрат на rn минус rn 3 полонуская взаимодействие скажем пожалуйста так вот сюда входит как раз повторично пантованную форму оператора парного типа как раз матричные элементы истинно-двух частичные то есть вот этого маленького оператора ну и дальше вот эта комбинация из операторов окрест для на самом деле если мы воспользуемся вот точно таким же методом так за который мы выше говорили когда мы среднего значения ну физической величины в какой-то который описывается операторами в маленькой переходили к вторично квантованной форме оператора до чечного типа здесь можно точно так же сделать и вот эту форму получить следующим образом просто взять среднее значение вот этого оператора в состоянии которое описывается функции пси скажем так но она координата участие должна зависеть и мы получим в эту форму точно так же то есть там войдет у вас тогда 4 а и ты комплексы сопряженные а к ты комплекс сопряженно а и просто числа вот эти самые числа выдуха а функции 2 будет у вас ну и здесь соответственно войдет матричный элемент на базиской функции вот и будет вот точно такая же структура 1 2 из-за чего из того чтобы не учитывать дважды взаимодействие двух частиц так вот 1 2 от этого появилась вот это стандартная форма записи оператора то еще на пантованном или вторично пантованная форма оператора двухчастичного типа частности взаимодействия между частицами конечно но это более сложные конечно комбинации понятно чем чем вот эти комбинации более сложные кстати вот обратите внимание вот на эту форму видите если вы получили гамильтанян который имеет вот такой вид у вас сразу в голове возникает такая вот идея о том что как бы гамильтанян очень похож на гамильтанян системы не взаимодействующих частиц вот это очень важная идея она зачем плодотворно тем что в конце концов вы можете ведь даже если к и к штрих здесь разные сделать некоторое преобразование перейти к новым оператором ну что такое за оператора ну скажем комбинации какие-то это означает период очищены функции надо по-другому будет выбрать да то есть вместо к и к штрих у вас войдут новые операторы который будет представлять собой комбинацию старых то есть вот из операторов а как где к меняется вы построите новые комбинации какие-то человек должно быть столько же сколько исходных но их построить нужно так чтобы на новый операторах базы типа ваш эта комбинация была бы диагональной то есть к новое и каждый совпадали бы вот тогда вы скажете ну да мы имеем тогда гамильтанян система не взаимодействующих частиц но если исходные частицы были частицами то новые перенормированные обычно звать квази частицами ситуации подобного рода когда возникает представьте себе у вас пози система колебания атомов в пистолетической решетки каждый атом колеблется это осциллятор так это осциллятор но у вас эти осцилляторы атомы в решетке связано между собой так связано между собой и вы что делаете вы переходите вот террической механики что вы делали вы переходили от колебаний или от осцилляторов локализованных на центре каждом так тех линейным комбинациям неким нормальным колебаниям нормальным колебаниям и вот в терминах нормальных колебаний у вас система выглядела как система независящих и взаимодействующих осцилляторов не взаимодействующих осциллятора собственно идея введения нормальных колебаний с этим необычные связывается так а что такое нормальные колебания нормальные колебания это коллективные колебания это не колебания отдельного атома коллективные колебания если вы взаимодействие между атомами выбросите у вас нормальные колебания сведутся к этим обычным локальным колебаниям атома отдельного так ну если взаимодействие не так это и будут не взаимодействующие частицы как бы так аналогичной ситуации здесь также как фаноны то есть нормальные колебания квантованные называют фанонами да также как фаноны у вас это квази частицы то есть если чик роли частицы выступает локализованные колебания локализованный исцелятор тогда фанон будет квази частицы почему потому что он видит уже представляет собой некое коллективизированное колебание и в каком-то смысле его с частицы вообще связывать не очень понятно когда мы говорим частицы мы обычно говорим о неком локализованном объекте а нормальный колебаний фанон это не лаком это волна скорее да здесь в любой системе если вам удается гамильтанян в такой форме о радуйтесь это означает что путем некоторого дополнительного преобразования можете всегда деганализовать этот оператор и фактически представить его в виде просто суммы пока это ну а это есть как раз самый простейший оператор вторично квантованные формы для системы невзаимодействующие частицы ну такие частицы вы назовете кваси частицами ну я бы сказал так что физики теоретики вот и мечтают только о том чтобы рассматривать сложные системы попытаться свести и гамильтанян путем разного рода преобразования вот к таким простым формам но она самая простая форма вот это самая простая форма который прямо говорит о том что речь идет о системе невзаимодействующие частицы все на этом теперь значит у нас видит даже еще осталось там две минуты а теперь относительно экзамены у нас после праздников дамы после праздников зима может быть теплее станет в конце концов хотя я думаю что вот уже недели три стоит такой мороз да вы как-то по мы уже привыкли ну по так уже нормально кажется и так экзамены значит но задачки надо сдать перед этим то есть фактически вы начали задачки сдаете формально это допуск к экзамену так задачка задачкой как я вам уже говорил вот уже некоторые передовики производства начали сдавать ну то есть присылает мне мейлы с задачками вот это пока немного но я страшно рад потому что вообще говоря я вижу что я вам уже это обещал что на самом деле это будет польза огромный для вас в этом почему потому что составить вообще говоря даже по каким-то известным материалам составить некое свое произведение чтобы тоже все технически еще нужно оформить так и так чтобы это выглядело симпатично может быть какой-то график табличку там рисуночек и так далее это здорово на самом деле повторить дорогого стоит почему потому что ну понятно что вы из вас физиков то будет ведь реальная работающих физики немного сиды кому физика это сегодня нужно еще кроме меня так но я немножко улыбаюсь почему потому что на самом деле это я серьезно к этому отношусь физика все-таки как и раньше была соль но где бы вы не работали в эти вещи вам пригодятся конечно плюс компьютеры плюс вот навык работы с этим делом плюс близкий язык вам же цены не будет просто так у нас участок где-то с обещают с понедельника из министерства вкус спустить комиссию которая будет с нами разбираться короче говоря будет как у нас документы не то как мы готовим всем это до этого наплевать совершенно а в как у нас документы оформлены всем все ли там инструктивные письма у нас там значит воспроизведены и тогда если у нас программы фил по философии например смешно да у нас оставили иметь на камере программы по всем дисциплинам кроме наших нет и наших включать вот ну зачем это надо я не знаю ну правда интересно иногда смотреть что там рассказывает и так вот эта комиссия будет там кстати не исключено что надо вас может дойти уже прижать и какой-то такой не из петербурга из москвы ну так раньше из петербурга приезжали так помните вот из москвы приезжай он может остановить любого и спросить а вот вы что вот и как вы вот что ответить это так что и как надо быть готовым к этому что так вот я думаю что вы ответите как надо вот что имеется ввиду как вы точно знаете номер группы вашей вы на руке на всякий случай запишите поймают и спросит а вы не знаете это же позор быть жуткий например то же сами что фамилию вы забыли как же так у вас теперь номер а не фамилия следующий этап будет кроме номера группы дальше еще добавят дайте как воде номерах счетов там примеру там порядка 30 цифр которые что означает никто не знает вот но к номеру группы добавят еще столько же чисел который будет вас уже обозначать номер зачетки уже есть а уже иду вот номер зачетки ваши добавить туда про нет почти серьезно об этом говорю почему в принципе обещали что вот возьмут кого-нибудь там не знаю магистратуры поймают и скажут ну-ка вы по какому учебному плану учитесь по второму или третьему я в том что мы я вам сейчас такую расскажу сейчас ко мне магистры приходили и спрашивать а нам как сдавать того сессию так я сам не знаю как сдавать я в то что в ноябре вот мы учились до ноября магистратура наша училась по одному учебному плану а в ноябре пришел задним числом утвержденный новый учебный план причем там курсы не совпадают можете взять расписание надо менять и наталья полна с начальником нашей магистратуры черняком владимир григорьевич ломали голову чужие дело переходить на новый план или по-старому работать как начали черняк говорит переходить отдали полный говорит по старому работать все расписание меня так они до сих пор не договорились еще а сессия уже на носу и прицел все магистры ловят и спрашивают ты по какому плана он даже не знает по какому он точно учится вот они мне тоже пришли спрашиваю я ребят я не знаю как мы будем выходить с этого положения потому что эти ребята сверху которые из москвы привет будут нас спрашивать по третьему то есть по новому плану а вы по нему на самом деле не учились не дай бог кто нибудь магистров скажет это так на всех повесил сразу в начале черняка создали панда я-то 3 и так задачки экзамен значит на экзамене я уже года два наверно не даю задачки на экзамене хотя там в каждом билете будет написано задача 3 два вопроса теоретических третий вопрос задача ну не даю теперь я задачу уже пить и и контрольных было 2 до 1 свели мы сейчас ну по разному и и я леонич еще не свел там задача на экзамене не будет значить так два вопроса вопросы немножко разные конечно и видите как ну это лотерея тоже некоторые вопросы посты и на мой взгляд очень простые вопросы некоторые вопросы наоборот там либо один зачет за стрянет какой-то вопрос сложно либо даже оба не очень простые так ну бывает так тусуешь тусуешь а все ничего не получается вот такая ситуация на экзамене можно пользоваться чем угодно пожалуйста ноутбук ноутбук книжка конспект и так далее раз второе заранее договариваемся вы можете свободно входить выходить не спрашивай меня ну это все от вас зависит вы им так может немножко так как ну как то так вот не ну не демонстративно спрашивать вот то есть мы с вами заранее договоримся я я вам даю в этом смысле карт-блан что пользу чем угодно ходите как угодно единственным не мешать вот друг другу там и так далее всем нам так дальше мой опыт говорит о чем о том что зимой как-то видимо вымораживание происходит так народ приходит мало на экзамен вас много ну не так много на экзамен приходит еще вечер я бы сказал так это катастрофа меньше половины приходит на экзамен я не знаю будет ли эта традиция сломлена вами так вот но я бы сказал так что это зря опыт подсказывает следующее вы пока сидите на экзамене вот вы так бы не готовы скажем да но вы же слушайте вот как вот идет разговор там да как как и терминологии то вы вот нарабатываете причем в таком сжатом как бы очень таком виде интенсивным таком да какие-то выводы из этого будете делать в конце концов послушали послушаю потом сказали что да вот я сегодня не готов ну абсолютно вот знаете я никаких галок ничего не в этом смысле более того и даже забываю отметить что вы были на экзамене хотя по идее вы догадываетесь да если вы пришли на экзамен взяли билет я вам должен поставить два если вы отказались не ставлю я вот вот не ставлю это хотя ведь комиссии опять какой-то не могу заставить это дело так ну я пока не ставлю то есть вы это означает следующее можете следующий раз там прийти так но следующий раз вы договаривались только со мной если не договорились не обижайтесь если я вам скажу так нет ребят все сегодня все не могу сейчас группу принимаю все то есть вы договоритесь со мной если договорились до приходить я вам говорю да все нормально приходит дальше что еще значит да вот насчет того что явки то я советую общу потому что потом когда вы приходите первый раз где-нибудь там середине или не дай бог в конце семестра то то все начинается с такого нуля ну то есть вы просто у вас как бы нет опыта разговора даже и нет опыта прослушки такой слушали как люди там разговаривали ведь если мы разговариваем я одновременно что-то слушает тут же поправляю там и так далее как выводы из этого из этого можно какие-то поэтому лучше и лучше вот посидеть и послушать даже я рекомендую вот временами сейчас вот еще ходят 4 курса все еще сдавать так нет а вы какой курс а с 5 с 5 ну то есть вот те что год назад должны были сдать вот зимой так они ходят за вами в некоторых случаях приходит впервые на экзамен приходит вот здесь девушка мне приходит на экзамен впервые вот она где-то может быть недели три назад пришла впервые так можете представить о чем разговор то есть она в общем она ему скорее всего молчит потому что боится через сказать тоже явно соображаешь скажет чуть не то вот ну и будет какая-то неловко совершенно такая ну да во времена все грето что-то надо говорить груду чаще всего и вот проблемы всякие сложные возникают вы знаете что у нас ведь как сейчас борьба идет борьба с коррупцией борьба за так сейчас вспомню заинного за модернизацию инновацию и так далее чтобы я клоню к тому что иной раз знаете как вот так раз-два послушал а потом такое узло такое взяла на все вообще на вас на жизнь на всю дать на всех этих инноваторов так и так далее вот обязательно на вас это может сказать все негативно ну то есть бах и грешно все на комиссию больше я уже не могу а это зачем вам надо так как-то учитывая а то есть я как бы настроение сказал нет от настроения тоже многое конечно зависит то есть ну что делать вот действительно бывает послушаешь телевизор придешь на экзамен как еще что такое то вообще чем мы занимаемся вообще так куда мы катимся вообще куда россия ты катится и начинаешь думать о таких простых проблемах будущего россии молодежи вот вообще вот человечество всего так а вы живут вам надо зачет или экзамен не складывается ваши вопросы у нас будет консультации конечно так но вот тем не менее вопросы что ой откуда знаю того вы же составляете граф я могу так сказать что все обычно составляет так что кванта механика попадает на конец сессии нет обычно мы нет ну группы иногда как-то особенно в конце время 3d экзамен предположим три дня экзамен у вас может быть два будет сегодня дня ну вот скажем три дня и на последний день там еще пришли вот те кто должны были на 1 2 приходить и собирается очень большая толпа народа иногда приходится сидеть довольно долго ну я могу так сказать что первый кто приходит но обычно в 9 там не начинаем комиссии не ну часов 10 начинаем обычно ну я на консультации скажу во сколько мы там начнем точно скажем 10 да сейчас по расписанию полдевятого ну я могу так сказать что а что я если что-то у меня будут к стенке расставить а вы то не быть вы не причем у вас презумпция невиновности так подминывает скажу так вот он сказал а мы пришли вот и все я не полдевятого это я могу так сказать что если я приду к вам полдевятого да не только я писать себе вот процент сдачу не сдачу да он не вашу пользу будешь с утра не выспавшимся злой вообще так во все и вся и до вас дописли вот этому 10 но первые кто взял первые билеты так час вот через час я начинаю спрашивать причем жестко довольно то есть если никто очень так у меня были такие ситуации я просто брал все эти бумажки собирал и уходил сразу вот ну кто-то там начито начинал невозможно в результате многие потом начинают сидеть одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать можете представить дать иногда часов до шести сидят вот особенно ситуации к последнего экзамена когда из других групп народ пришел так тоже хочет все-таки сдать ну это это от вас вообще тоже зависит я же не специально вас не держу причем интересно что при этом опять же многие начинают я еще не готов я еще не готов сидит уже три четыре пять часов я еще не готов ну как так вот такая ситуация еще вопросы нет вопросов тогда все вас наступающим новым годом и успехов вам ваши бесплатно